Евгений Владимирович, с победой. Какая тактика была на игру после не совсем удачной гостевой серии? Спасибо за поздравления. Мы ожидали, что соперник будет играть активно. Это характерная черта. Ускомка на начало была. Не все верили, что соперник может на выезде, приехав в 5 утра, и так двигаться. Но хорошо, что забили голы, постоянно были впереди. Это давало какое-то психологическое преимущество. То есть сопернику нужно было отыгрываться, он лез. При лучшем качестве, в выходе из зоны, в передачах, последних, мы могли бы чаще обрезать соперника, чаще контратаковать. К сожалению, это не так часто удавалось, но, тем не менее, острота у ворот соперника тоже была, и было много моментов. Я думаю, что хоккей и с той, и с другой стороны был атакующий такой, поэтому должно зрителям было понравиться. Хорошо, что выиграли. Для нас непривычно играть в такой активный хоккей. У нас, у нашей команды в России больше порядка, поэтому здесь может выиграть команда, которая хорошо владеет ситуацией. То есть это касаемо и подхода к шайбе, и последней вот этой передачи по выходу из зоны. Можно обрезать их при этой активной игре, нужно было это делать много раз. Посмотрим, что завтра получится, но я думаю, что мы должны улучшить игру еще по сравнению с сегодняшней, в качестве выполнения вот этих вот функций по выходу из зоны. Если у нас это будет получаться лучше, то будет больше возможностей для атаки взятия воротами. Очень много моментов было, особенно в третьем периоде, когда нападающие доигрывали до верного, пытались буквально закатить. И в итоге теряли моменты. Будут ли какие-то замечания в команде по этому поводу? Ну, здесь я не скажу, что уж были моменты, вот хорошо, в Жихарев сколько раз выкатывался. Здесь просто элементарно нужно попадать в ворота в каких-то ситуациях. Ведь гол неважно, как он там, низом зайдет, верхом зайдет, в девятку попадет, за это баллы не ставятся, за артистичность. Главное, чтобы шайба пересекла ленточку. Поэтому есть у нас возможности, и будем требовать, конечно, большего, чтобы вот к этому моменту голевым подходили более так, можно сказать, рационально, с точки зрения результата, а не с точки зрения красоты. Очередная ошибка, к сожалению, у Першина. Не было желания его посоединить на скамейку хотя бы в воспитательной цели? Ну, у нас не такой большой выбор защитников, как хотелось бы. У нас СИЗОВ получил травму, Кудаков уехал в сборную. Поэтому и отсутствие молодого еще одного, который должен в заявке быть. Мы вынуждены играть, были сегодня в три пары защитников. Практически семь было одето, играли в три пары. Играли все семь защитников, но играли в три пары. Ну, здесь ошибка чисто для игры 5 на 3. Нужно смотреть, как играет соперник. Исходя из этого, вырабатывать свою линию атаки. К сожалению, они не разобрались в этой ситуации. Здесь не надо было подкатываться друг под друга, смещаться. Они играли плотно под воротами. Мог один защитник с перепаса, другой с перепаса. Спокойно расстреливать без всяких лишних суеты. К сожалению, он не оценил того, что сейчас кончатся время у штрафного игрока. Нужно было просто шайбу доставить к воротам. А он хотел сделать передачу на Вовченко. Перехват и выход 1-0. Бомб работает. Не совсем удачная гостевая серия. Особенно получился обидный матч, когда выигрывали 3-0. В итоге проиграли. В чем причина? Во-первых, соперник был очень, скажу вам, очень хорошо себя чувствовал в домашних стенах. Наверное, ребята сами не поверили, что можно выигрывать. И когда мы повели 3-0, если бы не было перерыва, я думаю, все было бы хорошо. Но, к сожалению, соперник переосмыслил игру. И, в общем, до 10-й минуты держались. И там ошибка на взбрасывании. Проиграли взбрасывание. Бросок от синей линии. Нечасленный случай гол. И здесь все перевернуло. Соперник понял, что можно дожать. И он это и сделал. И удачно заменил. И вратаря на 6-го. Забили они гол. И тут же у нас удаление опять. Ну, в общем, упрекнуть ребят не в чем. Только отсутствие опыта в таких моментах, в таких играх. Все-таки команда там взрослее. Намного взрослее. И, значит, особенно первая пятерка у них. Все в бомбандирах ходят. Они все нам изобилие. Здесь отсутствие опыта. И вот этих моментов. Может, они в первый раз в жизни в такой ситуации оказались.